Во-первых, не забываем про то, что у нас еще смотрят всегда и на ютюбе, причем довольно активно. И что я хочу сказать, ребят, всем добрый день, добрый день, добрый. Так вот, после первой игры, уважаемые дамы и господа, у нас с вами счет 2-0, в пользу команды Польша может в космос. Это, конечно, очень интересно, потому что я, если честно, уже устал от того, что Спарта всех практически в сухую разносит. Думаю, ну когда же это прекратится? А вот нет, 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 все-таки ребята могут, могут из Польши. Поэтому сможет ли Польша Спарту сегодня, мы с вами увидим совсем скоро. Ну а я тем временем переключаюсь, ребят, на игру. Ну, как говорится, недолго думая, да? Ну что ж, поехали, ребята. Поехали. Польша может в космос, да, ребята. Не знаю, за кого болеете вы, ребят, я болею, ребят, сегодня за красивый Кох. И мне, честно, импонирует и одна, и другая команда, потому что, вот, например, с поляками я вообще играл постоянно. То есть я постоянно попадал на вот эту команду поляков и очень много от них научился. И, конечно же, с командой Спарты я тоже играл. А Ластор вообще первый человек, с кем я сыграл в Company of Heroes. А Ластор показал мне мою тактику чеченский кортеж. Только во втором Company of Heroes. Ну а Джофф разнес меня просто в клочья. Причем сделал он это на стриме. Я, если честно, так это, знаете... Было, конечно, не очень приятно, потому что я отлетел вот там буквально за пять минут. Вот, и, конечно, ну опыта, опыта много вынес. Опыта много вынес. Поэтому, конечно же, очень здорово, ребята, иметь хороший рейтинг в Company of Heroes. То есть чем больше вы играете, тем лучше у вас рейтинг, тем больше у вас победы. И, в общем, все у вас хорошо. Ну что ж, тем временем давайте представим, ребята, игроков. Бартон играет за оберкоманду Вест. Вальтер играет за Вермахт. Вальтер у нас пошел в Т-1. И Бартон пошел также в Т-1. Игроки Джофф и Аластор играют за Советский Союз. И открывается пока без продакшена, ребята. Играет только новобранцами. Видите, что Джофф, что Аластор. Ну и, собственно, можно было бы на этом закончить такое приветствие. Но нет, ребята. Вы же слышали, что только что я вам сказал. Играет Аластор. Игрок Аластор, знаменитый российский игрок, который регулярно и стримил, и играл, и играл на хорошем уровне. И даже мы с ним комментировали Sunday Night Fights. В общем, вернулся товарищ. Сейчас Аластор у нас состоит в команде. Хорошая граната. Состоит в команде Спарта. Очень интересно. Ну и, как видите, Бартон переигрывает игрока Аластора пока что на топливе. Потому что топливо сейчас в данный момент нейтральное. Ну вот, зато внизу игрок Вальтер переигрывает... Точнее, не переигрывает игрока Джоффа. Потому что Джофф держит у нас нижнее топливо. Очень-очень интересно, ребят. Чем же закончится такое противостояние? Центр вообще никто не берет пока. Ну и давайте смотреть. Очень-очень агрессивная игра. Достаточно такая прям плотная. Да, ну и, собственно, Джофф помогает, наконец-то, Аластору прогнать Бартона сверху. Отличный, отличный микроконтроль. Вообще понимание ситуации демонстрирует Джофф. То есть Джофф, видите, прогнал противника. Ну, точнее, ослабил противника на нижнем топливе. Что позволяет ему, в принципе, сидеть в этом здании, да, и спокойно получать демаг. И, собственно, имея лишний лимит, можно помочь и Аластору. Тем временем на центр передвигаются уже немецкие гренадеры. Ну и Вальтер, наконец-то, забирает топливо снизу, ребят. Джофф берет топливо сверху. И уже пошел Аластор наверх. Да, наверх. Двумя отрядами инженеров. Ну, посмотрим. Флангует, тем временем, Джофф. Есть ли Молотов у Джоффа? Нет, у Молотова у Джоффа нет пока. Только медицину заказал Джофф. Аластор не заказал никакие апгрейды у себя в штабе. И посмотрите, здесь штурм Пионеры. Пионеры Вермахта подходят и отгоняют у нас новобранцев Джоффа. Тем временем Аластор у нас в подавленном состоянии. Джофф сидит в доме. И Аластору надо отступать. Потому что Аластор сейчас потеряет очень много лимита от штурм Пионеров. Оперкоманда Вест и недоконтроливает. Вы посмотрите. Аластор-то недоконтроливает у нас. И потерял у нас целый отряд новобранцев. Игрок Аластор тем временем на центр передвигаются войска Советского Союза. Интересно-интересно. И в общем, на самом деле, пока игра такая равная. Достаточно равная, ребята. Боец, привет. Привет всем, ребят. Да, ну и собственно, интересное противостояние мы сегодня увидим. Тем временем наверху Вольцгренадиура М3 с инженерами с огнеметом. Но надо отступить. Там уже достаточно большие потери в кабине бронеавтомобиля М3. Тем временем на центре Аластор и Джофф штурмуют позиции немцев. Немцы хорошо стоят в зеленке. И инженеры Советского Союза забирают верхнюю звезду у нас. Очень-очень агрессивная игра, ребят. Тем временем на центре Вальтер хорошо закрепляется. Есть миномет ГРВ-34. Команда этого миномета будет хорошо работать по советским новобранцам. Ну и немножечко советская оборона напоминает сейчас такую некую статичность. То есть войска встали в зеленку, в зеленую защиту. Ну и посмотрим, получится ли выстоять. Нет, не получается, ребят. Очевидно, что нужно что-то для дополнения. Мне, кстати, вот непонятно, почему Бартон сделал Т1 вот таким вот образом. Ну, наверное, все-таки потому, что стоит держать верхнюю звезду, верхнее топливо. Интересно, интересно все-таки играет Бартон. Заказывает точку для отступления к Т1. Стоит она достаточно много. 300 личного состава. И на начальном этапе это довольно-таки серьезно режет ваши ресурсы. То есть тем временем новобранцы Джова регулярно-регулярно просматривают, где сидит противник. Вот сейчас можно выйти из здания, отрезать противника от топлива. И здесь потери. Потери были у нас со стороны Аластора. Аластор потерял отряд новобранцев. Очередной отряд. Очень неприятно. Да, ну и, собственно, в Т3. Смотрите, какие быстрые технологии выходят Джов. В Т3 и Т3 строят Аластор. То есть сразу же ребята пошли быстро в технологии. Ну, интересно, интересно. Аластор. В Аластор достаточно серьезные потери на начало игры. Ну, и теперь, конечно же, нужно заставлять противника ошибаться, терять войска. Потому что нужно выравнивать что-то. Тем временем Бартон пошел на топливо. Сейчас нечем, к сожалению, забирать верхнее топливо. В советской команде. Да, ну вот немцы чувствуют себя хорошо. Вольф Геннадьора хорошо засели. Отступить, отступить панциршреками. Непонятно совсем, зачем Бартон так делал. Тут, очевидно, нужно было встечь зеленку на центре. И спокойно сидеть на своей территории. Панцирфауст на М3. Но нечем добрать М3. М17 будет заказан на бронеавтомобиле М5. Тем временем нововранцы подавлены расчетом МГ-42. Гренадеры встанут в желтый кавер, подавят этих нововранцев. И, собственно, перетянулся Джов и Аластор на центр, ребят, у нас. Команда Спарта попытается забрать центр. Готовы, естественно, немцы. Вальтер, собственно, в одного справляется на центральной позиции. Бартон берет верхние позиции. В общем, очень хорошо играет команда Польши. Захватывает точку у нас Джов. Джов пошел наверх. Аластор помогает. И сейчас, смотрите, сейчас М3 обнаружит этих вольф-гренадеров. И здесь проблема. Как хорошо. Сейчас очень правильно нужно забирать этих вольф-гренадеров. Тем более вольф-гренадеров Бартона. А, отлично. Вы знаете, Аластор молодец. Просто молодец. Зарабатывает ветеранство. Отгоняет ненужные войска. Отъехал. Молодец. М17 тем временем от Джова. Джов хорошо отгоняет вольф-гренадеров. И здесь попробует забрать этих вольф-гренадеров. Но посмотрите, какая агрессивная игра от команды Спарты. Вы знаете, поляки. Поляки в шоке. Но неужели вольф-гренадеры, да, сохраняются. Сохраняются вольф-гренадеры. Просто нереально агрессивно показывает игру команды Спарты. Тем временем Аластор пошел на нижние позиции. Уже декапит точки близ базы противника. На центре Вальтер. Вальтер очень сильно окопался. У Вальтера неподвижная армия. Очень неподвижная армия. Вальтер сел на центре. Ну, собственно, это и хорошо. Вермахту так и нужно. То есть Вермахт сидит на своих позициях. И до тех пор, пока не появляются танки для прорыва. Хорошо перетягивает свои войска Вальтер на центральные позиции Советов. То есть отрезаются сейчас Советские войска от нижних ресурсов. Пионеры вермахта сразу же отступают от Вальтера. Вальтер хороший микроконтроль. Демонстрирует здесь. Посмотрите, как гренадеры с ЛМГ отлично работают по новобранцам Джова. Ну и Вальтер берет свое топливо. Потихонечку, потихонечку берет. Тем временем советские войска перетянулись на центр. Здесь штурмпионеры с гренадерами. М17 по гренадерам. Да, ну и все хорошо пока. Команды Спарты. Спарта защищается. 448, а 386. Поляки пока проигрывают по очкам. М3 заехала. Нет, нет, нет. И Пак подтягивает. Посмотрите, как нагло подтягивает Пак. Вальтер, нужно наказать противника. Потому что здесь нечем прикрывать этот Пак. И да, находит сейчас Аластор. Но надо до конца ехать. Аластор зачем ты остановился? Зачем ты остановился, дружище? Надо было, конечно, ехать до конца. Попробовать, попробовать пробить. Этот Пак. Тем временем Аластор подтягивает свои войска. Работает огнеметом через G. Хорошо. Слушайте, Аластор в форме. Молодец. Прям-прям очень хорошо играет. Все хорошо. Прилетает мина. Гвардейцы. Хорошо, как инженер Аластора работает здесь по центральной позиции Вальтера. Тем временем наверху Аластор. Джофф, точнее, сидит у нас в доме. Пытается, пытается защититься от Бартона. Бартон насекает Вальс-гренадерами. Молодец. Да, ну и Джофф принимает не самое лучшее решение, вызвав миномет по М41. Ой, что у нас был потерян? Неужели М117 был потерян, ребят? Да, М117 был потерян. Вопрос только, где был потерян? Да, поймал Пак-40 бронеавтомобиль М117. М117. И Ягдпанзер заходит. Вот это проблема, ребята. Вот это проблема. М117. Ягдпанзер. Да, нужно срочно-срочно уезжать. И здесь получится ли забрать? Да, хорош. Вся легкая техника советских войск продавливается поляками. Немцы хорошо демонстрируют понимание игры. Технологический билд сейчас у немцев шикарен. Гономаг универмаг. Помогает защищаться от пехоты советских войск от Аластора. И Аластор уезжает на базу. Джофф по-прежнему держит свои центральные позиции. Но, но обратите внимание, что 386 и 418 поляки практически сравнивают счет. Очень хорошая игра от Бартона, от Вальтера. То есть Вальтер, видите, сел в центре, окопался, создал хорошие оборонительные рубежи. А Бартон просто имеет такую подвижную армию, как это, маневренную, хорошую армию, которая флангует, которая подавленные отряды заставляют помирать. Очень хорошо. Ягдпанзер 4 тем временем встал на позициях советской техники для того, чтобы ее отконтрить. Да, 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 да.